Эта история произошла в лесах у подножия Карпатских гор. История, похожая на сказку. Эти медвежата осиротели. Они потеряли свою мать, одним в лесу им не выжить. Они потеряли свою мать, одним в лесу им не выжить. Но возможно ли это? Станут ли дикие бурые медведи послушными питомцами, живя в глухом лесу? Медвежьи истории. Фильм Ангелики Зигль. Широкая дуга Карпатских гор тянется от Румынии до Чешской республики. В бескрайних карпатских лесах водятся животные, в других местах уже исчезнувшие. Здесь живет около 6 тысяч бурых медведей. Это более 50% европейской популяции. Бурые медведи питаются в основном растительной пищей. Но перед зимовкой им нужно обрасти жирком. Прощай, вегетарианский рацион! Теперь в их меню может оказаться мясо овцы или козы. Но стада на высокогорных пастбищах под надежной защитой. Животные пасутся в загонах. Их сторожат собаки. Медведи хорошо знают, что рядом с собаками всегда есть люди, встреч с которыми они предпочитают избегать. Пастухи относятся к медведям философски. Они не считают их злобными монстрами. Для них косолапые – такая же часть карпатской природы, как холода и грозы, также представляющие угрозу для овец. Медведи охотятся большей частью по ночам. Иногда голод ведет их в города, где тоже можно найти пищу. Во мраке ночи медведь полагается только на нюх. Медведи сортируют мусор по-своему. Отделяя съедобное от всего остального. Людей это вряд ли приведет в восторг. Понятно почему. Таких нарушителей излавливают и отвозят в лес. Посмотрите, какие просторы. Для полноценного питания одному медведю нужны угодья площадью около 50 квадратных километров. Каждые три года медведица производит на свет потомство. Как правило, это два-три медвежонка. Однако не все малыши доживают до года. Одни умирают от болезни и голода. На других часто нападают медведи-самцы. Гибель медведи-самцы – смертный приговор для медвежат. Двум нашим голодающим сиротам очень повезло. Их случайно нашли люди. Они и брат, и сестра. В этом возрасте они так похожи. Оба маленькие, сонные и совершенно беззащитные. Им около четырех недель. Вацлав Чалупек пытается заменить пушистым малышам маму. И как приятно осознавать, что ты можешь подарить кому-то второй шанс на жизнь. Эти медвежата не первые, кому помогает Вацлав. Но он хочет воспользоваться этой возможностью и научиться понимать этих животных, известных нам по сказкам. Действительно ли они настолько умны? Правда ли, что каждый медведь имеет свой характер, как и человек? Каждые два часа – козье молоко с медом. Вацлав несказанно рад отменному аппетиту спасенных им малышей. В его большом сердце нашлось место для этих маленьких сирот. Даже Гонзо заметил появление новых членов семьи. Правда, он пока не решил, как вести себя с ними. В конце концов, он тоже глава семейства. Спустя четыре недели мишки научились ходить. С присущим всем детям любопытством они открывают для себя новый мир. Сколько здесь интересного. Глаза разбегаются. Попробуем на прочность. Это и есть гравитация? Что это? Детские шалости? Или любознательность? Медвежата неутомимы в своих играх. Они хотят исследовать сразу все вокруг. Жизнь для них – бесконечное познание. Малыши привыкают к своему новому дому. Их не заботит то, что это не лес, а жилая комната. Таким схваткам уделяется особое внимание. На время все остальное перестает существовать. Борьба для близнецов – и развлечение, и полезный навык. Они еще не понимают, что эти тренировки пригодятся им во взрослой жизни. Сегодня они впервые выходят из дома. Для медвежат это еще один шаг вперед. Нужно чуть больше храбрости и чувства равновесия. Осторожно! Вацлав знакомит своих подопечных с дикой природой. Это жизненно важно для малышей. Они должны познать мир, частью которого являются. Медвежата охотные следуют окружающее пространство, используя все органы чувств. Вокруг столько интересного! Перед Вацлавом стоит трудная задача. Он должен учить малышей, подавая им пример, как мама-медведица. Братец-медвежонок выделяется своей безрассудной смелостью и строптивостью. Его сестра, наоборот, более осторожно, она тщательно обдумывает каждый шаг, прежде чем приблизиться к чему-то новому. Оба медвежонка импульсивны, но девочка более сообразительна, если можно так выразиться. Ей очень идет белый воротничок. Медвежата продолжают шалить. И Вацлаву приходится напоминать о запретах. Есть вещи, которые делать нельзя. Например, кусать своими уже очень острыми зубами руку приемного отца. Вот и наказание. Так нельзя делать. Сорванец понял, что кожа Вацлава намного уязвимей, чем медвежья шкура. Урок усвоен. Конец апреля. Природа пробуждается после зимнего сна. Лес полон птичьего гомона, ароматов цветов и молодой травы. Новые манящие запахи, яркие краски – это изобилие опьяняет медвежат. Хотя малыши и весят по 15 килограммов, они все еще дети. Своей первой весне радуются не только наши близнецы. Маленькие бурсуки пугливы. Они сразу убегают в нору. А вот молодой дикий кабан уверен в своих силах несколько больше. Когда молодежь встретится, не проснется ли в медвежатах желание поохотиться? Сможет ли Вацлав их удержать? Молодой кабанчик решил продолжить прогулку в одиночестве. Он направляется прямо к медвежатам. Весь его вид говорит о полном спокойствии и настойчивом желании познакомиться поближе. Но медвежата не разделяют его энтузиазма. Они отходят на безопасное расстояние. Может быть, инстинкт подсказывает им держаться подальше от грозной кабанихи? Изучением поведения своих подопечных при встрече с кабанами Вацлав займется позже. Самое главное для него сейчас не потерять малышей из виду. Дети есть дети. Они залезают на деревья, пробуют на вкус листья кустарников. А иногда демонстрируют друг другу свою ловкость. Кубарем с дерева и прямо в крапиву. Кто же знал, что она так жжется? Вот и заслуженный полдник. Полтора литра смеси на каждого в шесть раз в день. Но маленькому медвежонку этого уже не хватает. Он растет быстрее, чем его сестричка, а повзрослев, станет еще больше и сильнее. Вацлав знает, что приемным медвежатам необходима постоянная забота и любовь. Не меньше, чем дает своим детям любая медведица-мать. Это своеобразный ритуал, укрепляющий доверие и дающий ощущение безопасности. Эти беспечные создания уже освоились в мире людей. Медведи не перестают открывать для себя что-то новое и непонятное. Как часто то, что кажется близким, на самом деле очень далеко. Возвращение мишек в дикую природу будет непростой задачей. Они слишком привыкли к жизни в современном мире людей. Неважно, что детская площадка предназначалась для других детей. Нашим малышам здесь тоже очень интересно. Самочка только что поняла, что по лестнице можно попасть наверх, после чего съехать вниз. Нужно прокатиться еще раз. Какая неудача. Оказывается, медвежонку лестница совершенно не нужна. Постранись! Такое впечатление, будто сестра что-то говорит брату. Во всяком случае, он лезет за ней по ступенькам. Короткий разговор. И вниз. В доме Вацлава становится все теснее и теснее. Слишком много желающих здесь жить. Решением жилищного вопроса станет строительство отдельного домика для мишек. Если его утеплить, малышам будет очень уютно. В этом домике не должно быть окон. Медведям спокойнее в темноте. Это ваш дом. Вацлав переживает, как близнецы отнесутся к тому, что эту ночь они проведут не с ним. Большая порция смеси из бутылки. Теперь они сыты. Только бы наевшиеся до твала медвежата быстро уснули. Пора спать. Новая спальня сразу понравилась медвежатам. Конечно, свою роль сыграл и обильный ужин. Все, малыши уснули. У медвежьей спальни крепкие стены, дверь заперта на надежный замок, медвежата спят. Первая ночь без Вацлава. И вдруг, что это за странные звуки? Интересно, чьи это голоса слышат медвежата? Этот шум снаружи разбудил малышей. Где все? Почему рядом никого нет? Дверь заперта. Привычного успокаивающего голоса не слышно. Солнце встало. Наступил день, а близнецы все еще заперты. Наконец, дверь открывается, страхи уходят, и все становится на свои места. Освежающий утренний душ смывает все тревоги прошедшей ночи. Нужно прополоскать рот. Как приятно поиграть с водой и основательно промокнуть. А потом, новые забавы. Сейчас малышам придется поломать головы. Вацлав решает проверить медвежат на сообразительность. Он наливает мед в ящик с крышкой и закрывает его. Интересно, поймут ли медвежата, что крышку можно сдвинуть? Кто устоит перед запахом меда? Медвежонок подходит, обнюхивает ящик и поступает чисто по-мужски. Самое простое решение пустить вход в грубую силу. Ящик, упав на землю, разбивается и путь к меду открыт. Вацлав решает усложнить задачу. Теперь ящик закреплен на столе. Настает очередь смышленой медведицы, которая предпочитает использовать мозги, а не физическую силу. Вы видите, крышка почти открыта. И вот она успешно сброшена. Мед заслуженная награда. Медвежата идут на прогулку в дикий заповедный лес, естественную для них среду обитания. Неудивительно, что здесь они чувствуют себя как дома. И каждый день приносят новые открытия. Даже самые маленькие существа вызывают огромное любопытство. У них свой особый запах. Ну как можно пройти мимо муравьиной кучи? Медвежата запускают когти глубоко в гнездо муравьев. Разве их укусы могут помешать раскопкам? Только став взрослыми, медвежата распробуют вкус муравьиных яиц. А пока им доставляет удовольствие просто копаться в муравейнике. Это один из врожденных инстинктов, который пригодится им в будущем. В конце весны начинаются дожди. Частые, сильные, затяжные. Но дождь не помеха прогулкам. Даже если в реках начала пребывать вода. Лесным жукам трудно передвигаться по мокрой траве. Смогут ли ручные медведи привыкнуть к жизни в лесу? Чтобы это проверить, Вацлаву нужно провести эксперимент. Втайне от своих питомцев он прячется в подлеске. Медвежата остались одни. Где же он? Дождь смыл запах следов Вацлава. Куда он делся? Может быть, он у реки? Скорость течения усиливается. Один прыжок и мальчик на другом берегу. Девочка пробует воду лапой, но для ее веса скорость воды слишком велика. Решение найдено быстро. Она пересекает реку в более спокойном месте. Вот как надо делать. Наконец-то они убежали от бурной реки. Промокшие и уставшие медвежата старательно сосут лапы. так же, как дети сосут большой палец. Быстрый способ успокоиться. Но вдруг что это? Где мои мишки? Знакомый голос. Малыши, скорее ко мне. Это было суровое испытание. Но теперь медвежата не станут упускать Вацлава из поля зрения. После дождя лес трудно узнать. Между деревьями раскинулось озеро. И на следующий день все выглядит совершенно по-другому. Вчерашние ямы сегодня оказались заполнены водой. Для медвежонка это всегда означает только одно. Немедленно в воду купаться и играть. Но он явно не рассчитал глубину. Она оказалась несколько больше, чем он ожидал. Оказывается, плавать трудно. Мишутка изо всех сил гребет к берегу. Там его поджидает взволнованная сестра. Он доплыл. Хотя было очень трудно. Любящая сестра встречает проказника оплеухой. На сей раз водные развлечения не были приятными. Пожалуй, на сегодня хватит. Интерес медвежат Вацлава к твердой пище растет день от дня. Они готовы пробовать все, что видят. Листья хорошо пахнут, но вызывают диарею. Туда нельзя. Медвежата учатся искать еду. Иногда Вацлав пробует то, что едят его воспитанники. Смотри. Пробуй. Буковые орешки вполне съедобны. И молодые побеги тоже. Эта практика помогает ориентироваться в съедобном и несъедобном. А это растение лучше не трогать. Оно ядовито, хоть и привлекательно. Намного полезнее богатой белками гусеницы и луковиц растений. А это бузина. Если приложить немного усилий, можно добраться до ее листьев и цветов. Прогулка по лесу была долгой, и медвежата устали. Не забудьте, им сегодня пришлось потрудиться. Но открывшаяся им картина заставляет забыть об усталости. первый раз в жизни близнецы видят живых коз и овец. Их разделяет только проволочная изгородь. Вот так встреча. Такого они еще не видели. По обе стороны изгороди сразу же возникает заметная напряженность. в конце концов разве изгородь может быть помехой? Может быть инстинкт подсказывает медвежонку, что он будет охотиться на этих странных существ? Позже, когда он станет большим и сильным. Медведи обожают воду. Вацлав хочет узнать, согласятся ли они покататься с ним на каное. Места хватит на всех. Но решатся ли мишки забраться в неустойчивое узкое судно? Им хорошо на твердом безопасном берегу, хотя они не сводят глаз с каное, словно прикидывая, что делать. Медвежонок явно настроен скептически. А вот его сестра принимает другое решение. Но как же туда попасть? Неужели плыть через всю реку? Медведица удивляет Вацлава, выбирая свое решение? Она проплывает вдоль берега и забирается на каменные плиты. А около камней уже стоит лодка. Здесь можно спокойно перелезть через борт. все просчитано до мелочей. Благодаря своей ловкости и сообразительности она уже рядом с Вацлавом. Скользить по воде и при этом оставаться сухой это что-то новое. Такому надо привыкнуть. Но через некоторое время медведица начинает волноваться. Ей чего-то или кого-то не хватает. Конечно брата. Медвежонок решил остаться на берегу, где под ногами твердая земля. Перенести разлуку нелегко. Близнецы должны быть вместе. Не теряя ни минуты, сестра отправляется к брату. Маленькая медведица целеустремленная. Она знает, чего хочет. Вацлав для нее защитник. Его присутствие гарантия безопасности даже в качающейся на воде лодке. Но и он отходит на второй план, когда дело касается брата. Разве может быть что-то лучше, чем игры и приключения в его компании? Эти создания поразительно трудолюбивы. Чтобы заполнить нектаром одну соту, пчела должна 25 раз летать на цветущие поля. Мед – продукт сложного процесса ферментации. В обязанности пчеловода входит регулярный осмотр каждого улья и проверка количества нектара, собранного пчелами. Видите, соты еще не запечатаны. Это значит, что пчелы продолжают их заполнять. Пчеловоду придется набраться терпения. Такая добродетель, как терпение, присуща далеко не всем. Пустой улья оставили открытым после того, как пчелы покинули его. Но запах меда остался и устоять перед ним невозможно. И снова маленькая медведица помогает ее сообразительности. Как заправский пасечник, она проверяет, есть ли мед в сотах. А теперь начинается самая вкусная часть работы – достать все оставшиеся сладкие капли. в компании брата и мед кажутся слаще. Наступило лето. Бабочки-голубянки ищут корм на земле и танцуют в воздухе. Луга покрыта ковром из цветущих растений. Яркий цвет служит подсказкой насекомым. Здесь есть нектар. Это своего рода маяки для насекомых. Многообразие красок природы не интересует медвежат. Считается, что медведи видят мир черно-белым. Великолепное обоняние медведей щедро компенсирует их возможную цветовую слепоту. Им уже исполнилось пять месяцев. Желание близнецов все познать так велико, что Вацлав перестал за ними успевать. Похоже, впереди новое приключение. Так сладко запахло медом. Медвежата учуяли запах из гнезда шмелей. Теперь их не остановить. Обоняние близнецов в тысячу раз более сильное, чем человеческое, привело их прямо к цели. Распахнет медом, его нужно достать. Но сладкоежек ждет открытия. Шмели активно защищают свое гнездо и больно жалят. медвежатам медвежатам очень нравится ее вкус. Вацлав берет ветку и показывает, что ягоды достанутся тому, кто встанет на задние лапы. Задание выполнено. Мишки идут за добавкой. Они быстро уяснили, что по стремянке можно залезть наверх и что площадка рассчитана на двоих. охотники выслеживая зверя сооружают специальные помосты и наши медведи охоте за черешней пользуются чем-то похожим. Как всегда, самые сладкие ягоды растут на верхушке. Медвежонок старается выбрать самый прочный сук, который сможет выдержать его вес. Медвежьи лапы не такие ловкие, как человеческие руки. Приходится искать иной способ. Маленькие медвежата на большом черешневом дереве. Ни одному фермеру такое бы не понравилось. Непредвиденная ситуация. Встреча медвежат с лошадьми. Чем она закончится? Вацлав издает особый звук опасность. Мишки реагируют незамедлительно. они укрываются в надежном месте, откуда можно наблюдать за происходящим. Все в порядке. Опасность миновала. А что дальше? Какие огромные животные. Они точно не вернутся. Вацлава беспокоит одна мысль. Медвежата слышат, когда он их зовет. Но слышат ли они все звуки? За мной! Быстро, быстро ко мне! их совсем не интересует звук электропилы. Они не обращают на него никакого внимания. Им безразлично все, что связано с работой пилы. Но вот рюкзак прямо перед ними как интересно. А какой аппетитный запах. Пусть он пилит дерево, а они съедят хлеб и яблоко. Поделят по-братски. Хулиганы! Стойте! Совсем обнаглели, негодники. В охотничьем домике наших неразлучных близнецов ждет неожиданное приключение. Медвежонок вошел первым. Его сестра хотела пойти за ним, но дверь вдруг захлопнулась. Ее нельзя открыть ни изнутри, ни снаружи. Какое невезение! близнецы оказались разделены дверью, и это для них самое страшное. Даже медвежья сила здесь не поможет. Значит, им нужно что-то придумать. а если через крышу? Полезная вещь, стремянка. Хорошо, что она здесь оказалась. Но везет не всегда. Тем временем Мишутко заметил приоткрытое окно. Хотя щель узка и окно высоко, внизу ждет помощь родной сестры. И вот, наконец, долгожданная свобода. Драма в охотничьем домике завершилась хэппи-эндом. Медвежата Вацлава становятся все более независимыми, шаловливыми и смелыми. Это неудивительно, они набираются сил и опыта. Но насколько они храбры. На краю леса близнецов ждет сюрприз. Посреди тропы стоит огромное серое существо. Оно имеет весьма угрожающий вид. Медвежата никогда не видели взрослого кабана. Эта застывшая в молчании фигура не пахнет, но несмотря на это близнецы обходят ее, сделав большой круг. Откуда они получили сигнал тревоги? Что может вызвать такой безотчетный страх? Вацлав считает, что это проявление врожденного инстинкта. Теперь медвежата будут сторониться кабанов. Но ведь они наверняка столкнутся со своими сородичами, такими же медведями, как они. Вацлав меняет положение фигуры и показывает, насколько безопасна такая встреча. Но медвежата все равно не верят. Теперь монстр лежит на боку. Его очертания практически неразличимы. Медвежонок первым набирается смелости и осторожно подходит поближе, чтобы обнюхать странный предмет. Постепенно он обретает былую уверенность. Ведь вокруг не видно никакой опасности, и эта штука больше не похожа на страшного зверя. Но ее все равно нужно тщательно исследовать. конечно лучше делать это без свидетелей. Пусть Вацлав не вмешивается. Медведица не так доверчива. А вдруг еще кто-нибудь появится, и она абсолютно права. Внезапно на тропе опять появляется зверь, огромный и страшный. каждый сам за себя. О чем думают мишки? Неужели они так глупы, что будут бояться каждого макета, просто потому, что у него есть глаза и хвост? А если еще и мех добавить? Вацлав меняет тактику. Он набрасывает мех на обычный чемодан. Вряд ли это может вызвать страх. В глубине души он надеется, что его медвежата достаточно умны для того, чтобы распознать подделку. Медвежонок оправдывает надежды. Ни капли страха. Эти предметы не кажутся ему опасными. Наоборот, они заслуживают самого пристального внимания. Спокойно даже пугливая медведица. Медвежата Вацлава и не глупы, и не трусливы. Просто в них живет генетически унаследованный страх перед определенными видами животных. А это просто чемодан. В нем нет ничего страшного. Вацлава всегда тянет к безымянным и таинственным лесным озерам. Он любит подолгу бывать на природе вместе со своими медвежатами. От дождя и надоедливых комаров можно укрыться в палатке. Но сегодняшняя вылазка в лес будет самой короткой в его практике. Всему виной оказался слишком ненадежный каркас палатки. Вацлав без труда выберется наружу, но его палатке пришел конец. Ее порванный купол наполняется воздухом и живет собственной жизнью. Да что же там такое может шуршать и шевелиться? С медвежатами лагерь не разбить. Пусть не все пошло по плану, зато Вацлав узнал еще об одном увлечении своих малышей. Быстро же они управились с палаткой. Жаль, она больше не умещается в рюкзак. Вацлав не сердится на малышей за порванную палатку. на природе можно обойтись и без нее. Это был очень длинный день и для Вацлава, и для мишек. И завершить его лучше всего в компании друг друга. В доме чалупик намечается вечеринка, а горящий камин сделает домашнюю обстановку более уютной. Мишки не боятся огня. Они привыкли к камину, когда жили в этой комнате. Вацлав уже начал готовить свое любимое блюдо жареные колбаски. Но в чем в конце концов дело? Хозяин дома набросился на еду, забыв про гостей. Они недовольны таким поведением. Каждый протестует по-своему. Медвежата не отпускают Вацлава, пока он не вспоминает о непреложных законах гостеприимства. Наконец-то. Какой чудесный вечер. Зеленые заливные луга окружают густой лес. Прекрасное место для медведей. Лили! Лили! Вас славу трудно держать в поле зрения медвежат, резвящихся в высокой траве. При виде воды близицы, как всегда, теряют голову от радости. Малышам повезло с воспитателем. Он, как и мама-медведица, всегда готов принять участие в их медвежьих играх. Разумеется, с некоторыми ограничениями, ведь малыши подросли и стали очень сильными. к тому же нельзя забывать, что когти у них очень длинные. Но есть еще и другие развлечения. Это результаты труда жуков-караедов. повсюду повсюду видны лишь остовы погибших и поваленных деревьев. Но даже в этом мертвом лесу можно найти или придумать массу развлечений. Держать, лазать, находить и пробовать деликатесы. муравьи отчаянно пытаются спасти яйца, но все напрасно. Богатую белками пищу можно найти везде. Например, в этом старом пне полно разной и вкусной еды. Наступила осень. Под ногами тихо шуршит мягкий ковер из разноцветных копавших листьев. Медвежата выросли и набрали вес. За прошедшие месяцы они научились самостоятельно находить пищу и усвоили, что можно есть, а что нельзя. Медвежонок самец, которому уже почти год, весит целых 50 килограммов. Правда, он не всегда понимает, как правильно применять силу. Как здорово, когда ты такой сильный. Пусть у них всегда все будет хорошо. Тем временем медведица занята поиском грибов. Как грибы на деревьях, значит, надо научиться их доставать. Осень – время сбора ягод, и Вацлав знает все места, где их можно найти. Кусты усыпаны ягодами, но сначала надо обнюхать каждую и только потом сорвать. по одной штучке. Если медведи добираются до фруктов или ягод, они могут есть их целый день, не останавливаясь. Но как воспитанники Вацлава проведут зиму? Впадут ли они в зимнюю спячку, как все бурые медведи в Карпатах? Подойдет ли им для спячки деревянная избушка, которую когда-то построил Вацлав? Будет ли она надежным убежищем для уже почти взрослых медведей? Вацлав всегда знал, что ему придется расстаться со своими питомцами. Он заранее нашел для мишек место неподалеку от дома, под деревьями у реки, чтобы медвежата при желании могли поплавать. И вот наступил этот печальный день. Вацлав должен попрощаться со своими приемными детьми. Медвежатам нравится кататься в трейлере. Им явно по душе это приключение. К тому же они вместе и это самое главное. на воле медвежата тоже расстаются с мамами-медведицами, но только в двух или трехлетнем возрасте. Понравится ли им их новый дом? Вацлав уверен, что он сделал все правильно. Теперь близнецы будут жить здесь, рядом с замком Точник. Через несколько дней Вацлав навещает медвежат. Они должны быть где-то там. И точно, близнецы в своем новом жилище. Они вовсю обживают свои владения. Лили! Мишки хорошо себя чувствуют, никаких следов стресса. Это хороший знак. Вацлав успокоился и позволил приветствовать себя по-медвежье. Но зачем тратить время на церемонии? Близнецы убегают играть и резвиться друг с другом. Брат и сестра всегда любили проводить время вместе, а Вацлаве кажется забыли. даже на воле отделившись от матери, медведи-близнецы сохраняют привязанность друг к другу. Разлука с Вацлавом заметно сказалась на медвежонке. Теперь он стал более независимым и самостоятельным. Но самое главное Вацлав убедился в том, что медвежата его любят. Режиссеры Ангелика Зигль Мира Клад Марчелла Мюллер Операторы Брайан МакЛетчи Карл Брос Ян Линник Дитмар Нил Дитер Цёке Композиторы Йорк Магнус Пфаль и Зиги Мюллер Продюсер Ангелика Зигль Производство студии Текст Плюс Бильд Медиан Продукцион ГМБХ Ундко КГ Фильм озвучен студией Лексикон по заказу ГТРК Культура